Привет, я Надя. Продолжаем тему консервирования и сегодня мы будем готовить кабачковую икру. Когда не было интернета, рецепты брали из книг или было принято обмениваться рецептами и у каждой хозяйки была специальная тетрадка для записи. Рецепт этой икры появился в нашей семье от маминой подруги по имени Тася и поэтому мы называем этот рецепт Тасяна икра. Нам подойдут любой сорт и размер кабачков. Это замечательный способ использовать переросшие плоды. Такие консервы могут храниться до двух лет. Необходимы будут морковь, репчатый лук, томатная паста, растительное масло, соль, сахар и специи. Количество используемых ингредиентов таково. 3 кг кабачков, по 1 кг моркови и репчатого лука, по пол литра растительного масла и томатной пасты, по 2 столовые ложки соли и сахара, 3-5 лавровых листа и черный перец с горошком 15-20 штук. В оригинальном рецепте овощи необходимо измельчить через мясорубку, но за неимением оной мы будем использовать кухонный комбайн. Снимаем кожуру с кабачков и если семена крупные, также удаляем сердцевину. Весело и быстро чистим морковку и репчатый лук. А чтобы не плакать при чистке лука, нарядите маску или очки для плавания и тогда будет совсем весело. Любым доступным или удобным для вас способом необходимо измельчить овощи. Кабачки и морковь мы измельчаем на крупной терке, а лук мелко перемалываем. Берем самую большую из имеющихся дома кастрюлю. Если есть наличие, мы рекомендуем выбирать посуду с антипригарным покрытием. На дно послойно, не перемешивая, выкладываем лук, морковь и сверху кабачки. Это очень удобный способ. Таким образом, нам не придется пассеровать лук и морковь. До того момента, как кабачки начнут выделять сок, лук и морковь успеют обжариться. Поэтому не перемешиваем. Добавляем растительное масло и томатную пасту. Ставим на средний огонь и минут через 15 перемешиваем, накрываем крышкой и тушим ровно 1 час на медленном огне с закрытой крышкой. Через час добавляем соль, сахар и специи, лавровый лист и перец горошком. Снова перемешиваем, закрываем крышкой и тушим на очень медленном огне 2 часа. Не забывайте периодически перемешивать и следить за тем, чтобы не пригорало. По истечении 2 часов икра должна приобрести такой вид. Вся вата должна выпариться и впитаться, и должно остаться только растительная масса. Если у вас не выпарилась вся вода, потушите несколько минут с открытой крышкой. Далее будем раскладывать икру по банкам и стерилизовать. На дно кладем хлопчатобумажное или льняное полотенчика, сверху ставим банки. Банки предварительно простерилизовать или хорошо вымыть с содой. Кладем кабачковую икру в банки. Кладем практически до самого верха, оставляя несколько миллиметров, которые заполняем маслом. Масло должно соприкасаться с крышкой при закрывании. Не должно оставаться воздушной просторки. Наливаем теплую или горячую воду, но ни в коем случае не холодную. Сверху кладем крышки, но не закручиваем. Стерилизуем 15 минут с момента скипания воды. Закручиваем крышку, переворачиваем в банку, укутываем и оставляем до полного остывания. Не скупимся на лайки и не забываем подписываться на наш канал. Продолжение следует... Хранить в прохладном темном месте, избегая прямого попадания солнечных лучей. Всем спасибо за просмотр, за лайки, за подписки. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok